Это город Эсс, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Фитнес зародился в Америке как альтернативный бодибилдингу вид физических нагрузок. В переводе с английского фитнес означает соответствие. Кому и чему соответствовать, это уже личное дело каждого человека, решившего заняться собственным здоровьем и совершенствованием своего тела. В ближайшую субботу самарцев ожидает первый фестиваль фитнеса. Он пройдет на нашей прекрасной набережной. Ну а кому и чему предлагается соответствовать, узнаем у наших гостей. Сегодня в студии Сергей Половинкин, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара. И Кирилл Сукачев, руководитель компании «Формула здоровья». Кирилл, наверное, все-таки к вам первый вопрос. В чем все-таки цель занятий фитнесом? Ну нельзя назвать это понятие новым, в нашей жизни уже привыкли мы все к нему. Но тем не менее, почему не физкультура, а почему фитнес? Сложно ответить однозначно на этот вопрос. Слово «фитнес» уже настолько глубоко проникло в нашу жизнь, что физкультура, что фитнес, я думаю, для всех это примерно одинаковое понятие. Ну действительно, фитнес зародился в Америке. Это была даже, можно сказать, программа американского правительства по сохранению здоровья нации. Вот как термин «фитнес» это прижилось в нашей жизни уже и в России давно, в Самаре. Рынок фитнес-услуг сформировался достаточно хорошо. Ему уже более 15 лет. Были пионеры, которые начинали этот путь. Сейчас очень много фитнес-клубов, очень хорошего качества в городе. Вот поэтому как-то пытаться объяснить, почему называется словом «фитнес», занятие физической культуры, наверное, сложно. Ну это один из терминов, который вошел в нашу жизнь, проник очень глубоко. Вы сказали, что очень много фитнес-клубов в нашем городе. Насколько их достаточно для того, чтобы могли там заниматься все желающие? Вопрос ко мне. Вопрос ко всем. Ну у нас более 40 фитнес-клубов. На самом деле... Неужели более 40? Да, мое субъективное мнение, что чем больше, тем лучше. Здесь вот как раз перебора и не будет. Чтобы каждый район, каждый район имел не один десяток, может быть, таких клубов. Но и, соответственно, должно быть качество предоставляемой услуги населения. Но мы сейчас говорим о фитнес-клубе, как в том числе и о, ну, небольшом каком-то компактном, скажем так, тренажерном зале или нет? Потому что, ну, большие фитнес-клубы, они у всех на слуху, и их не 40. Ну, естественно, есть. Есть не очень большие фитнес-клубы, вот. Большие фитнес-клубы имеют свою некую такую улучшенную материальную базу, да? Там и... Элитарность. Да, да. Ну, в том числе, может быть, какая-то элитарность, там и бассейны, там и какие-то другие услуги представляются. Но существуют и более-таки социальные фитнес-клубы. Может быть, небольшой площади, но, опять же, скажем так, хорошо оснащенные, и имеющие свой контингент, и удовлетворяющие потребности жителей занятий. Ну, как в стихотворении, да, клубы всякие нужны, клубы всякие важны. Да, конечно, конечно. Кирилл, насколько популярен фитнес у самарцев, как вы считаете? Ну, меру популярности определить очень сложно, но то, что фитнес в Самаре действительно приобрел такое достаточно серьезное развитие за 15 лет. Я около 13 лет непосредственно нахожусь внутри этой индустрии, как один из операторов, и как человек, который близко к этой индустрии, около, наверное, 15 лет наблюдая за тем, что происходит и в целом и в мире, и в России, и в Самаре в том числе. Фитнес действительно очень популярен на сегодняшний день, но процент охвата населения нашего города все равно остается низким. Это не только в Самаре, это в целом по России происходит, потому что, например, по статистике в Европе занимается около 15% населения фитнесом. В Самаре эта цифра еще не дотягивает даже и до 5%. Ну, к сожалению, так. Удивлена тем, что это значит. К сожалению, так, да. Тем не менее, вот с помощью наших партнеров Департамента физической культуры и спорта, который очень хорошо сейчас поддерживает фитнес-движение в городе, я думаю, что нам удастся поднять это количество людей, вот в том числе и с помощью таких мероприятий, которые мы планируем провести в субботу. Ну, давайте про это мероприятие уже будем рассказывать. Вообще немножко неожиданно прошел день города, прошел день физкультурника, прошло спортивное лето, все это уже позади, и вдруг вот фитнес-фестиваль нас ожидает. Это как-то на самом деле неожиданно случилось? Или все-таки это было событие давно запланированное, к которому готовились? Ну, давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос, вернее, я начну отвечать, и Кирилл потом уже дополнит. Обязательно. На самом деле это не спонтанное мероприятие. Мы готовились к этому мероприятию заблаговременно. Провели ряд встреч и в районных администрациях, в том числе, куда приглашали все фитнес-сообщество, вот, скажем так, Кирилл бы инициатором приглашение всех этих фитнес-клубов. Ну, а с чего все зародилось? С того, что Олег Борисович Фурсов при встрече с руководителем Департамента спорта поставил задачу именно создать некое такое сообщество, ассоциацию некоммерческих объединений фитнес-клубов. Ну, вот с этого все и началось. Встречи, общения и в эту субботу, в ближайшую, как раз вот мы увидим результат того, скажем так, к чему мы стремились. А в чем вообще суть объединения фитнес-клубов? Для чего это нужно? И что под этим подразумевается? Да, давайте вот здесь немножко поподробнее. Попытка объединить фитнес-клубы в некое сообщество, ну, по крайней мере, нами производилась несколько раз. То есть, в свое время один из операторов самарского фитнеса достаточно часто проводил фитнес-конвенции, в рамках которых мы пытались проводить круглые столы, какие-то обсуждать насущные вопросы и каким-то образом сплачивать всех операторов для того, чтобы решать совместно какие-то общие задачи, общие вопросы. Ну, сложно очень этот процесс происходил, можно сказать, он никак не происходил. Тем не менее, наблюдая за тем, что происходит, например, в Москве, удалось понять, что в Москве это давно уже сделано. В Москве существует несколько ассоциаций независимых, некоммерческих, объединяющих там и фитнес-клубы, и различные направления, которые в фитнес-индустрии существуют. И все они на слуху, все они имеют хороший результат своей деятельности. В чем этот результат? Например, в Москве в рамках именно городской программы поддержки физической культуры и спорта существуют даже субсидии на занятия в фитнес-клубах тем слоям населения, которые не могут себе этого позволить. Это адресное финансирование. То есть это уже работает. И работает оно именно в таком ключе, что, получая деньги, и не какой-то отдельно взятый фитнес-клуб, который вот захотел участвовать в этой программе, а получает именно те фитнес-клубы, которые объединены в какие-то ассоциации, и которые вступили в программы, которые поддерживают правительство Москвы, города Москвы. Почему бы не сделать то же самое в Самаре? То есть вот прямая заинтересованность населения в этом объединении, да? Конечно, конечно. То есть население может получить более доступную услугу. Те же фитнес-клубы, которые на сегодняшний день представляют собой обычные бизнес-единицы, они, в общем-то, подвергаются всем тем же, скажем, испытаниям, которым подвергается весь бизнес вообще в России, в принципе. Поэтому защита прав и интересов именно фитнес-индустрии тоже насущна. Вот, например, я знаю, что в Европе там совершенно другие налоги платят фитнес-клубы. Ну, про Америку говорить не будем, скажем, не модно сейчас говорить, приводить в пример американский опыт, да? Но, тем не менее, там целая программа существует, которая тоже субсидирует и помогает, и поддерживает эту отрасль бизнеса. Добиться таких программ и таких адресных поддержек можно только объединившись в какое-то, ну, общественное движение. С каждым отдельным взятым фитнес-клубом никто не будет разговаривать. Ну, вот сейчас вы говорите все равно об интересах бизнеса, и, может быть, не всем зрителям, скажем так, это будет интересно, но, в общем, понятно. Я не соглашусь. Опровергните. Да. Интересы бизнеса – это, в первую очередь, интересы пользователей, интересы клиентов. Услуга должна быть высокого качества и доступной по цене. То есть себестоимость услуги складывается из разных факторов. Вам это не нужно объяснить. Ну, мы сейчас уже с вами говорили, да, что мы, население, заинтересованы в таком объединении в плане того, что для нас услуги станут менее дорогими, скажем так, и более качественными. Хорошо. Все-таки попытаемся сейчас про фестиваль рассказать. Насколько я понимаю, несмотря на то, что он первый, он планируется стать, должен стать традиционным. Ну, во всяком случае, мы об этом с вами сейчас говорили перед эфиром. Почему нет у него, не родилось еще название, или просто фитнес-фестиваль? Если это готовится стать традицией, может быть, сразу как-то его назвать? Мы этот вопрос уже обсуждали на нашем крайнем совещании в департаменте спорта. Ну, в этом году мы решили так его назвать, Самарский фитнес-фестиваль. На следующий год мы его решили назвать первый. То есть в этом году, скажем так, пилотный проект, да, начало вот нашей совместной деятельности, совместной работы. А на следующий год мы придадим ему статус такого официального мероприятия. Он будет включен в наш официальный план проведения физкультурно-массовых мероприятий в городе Самара. Поэтому вот на следующий год он станет уже официальным первым Самарским фитнес-фестивалем. Но для того, чтобы он стал официальным и статусным, нужно, ну, первое и главное, наверное, чтобы он понравился населению, да, чтобы в нем приняли участие. Так вот, где будет проходить фестиваль и, собственно, из чего он будет состоять? Давайте я расскажу, где он будет проходить, а Кирилл расскажет всю начинку этого фестиваля. Будет проводиться он 19-го числа. В ближайшую субботу. Да, в ближайшую субботу, 19-го числа, на второй очереди нашей прекрасной набережной по Чикаловским спускам. Это наше место проведения традиционных всех уже мероприятий. Там мы проводили и жеребьевку, чемпионату мира, и день физкультурника. То есть место, скажем так, уже спортивное, намоленное. Вот, поэтому приглашаем всех жителей. 19-го числа к 11-й часам, ну, можно подходить по ранней части, 10-30, вот, для регистрации там и посмотреть, как все это будет происходить. Так, ну, сразу, Орг, вопросы. Если люди придут все-таки с целью поучаствовать, что для этого нужно им с собой принести? Во-первых, нужно принести хорошее настроение и заряд на здоровый образ жизни. Во-вторых, это кроссовки. Нужно все-таки спортивно одеться. Конечно, спортивная одежда, минимальный набор, ничего сверхъестественного с собой приносить не надо. Вы позвонили наверх, дождя не ожидается? Погода будет хорошая, мы узнавали. Отлично. Итак, придут люди, желающие позаниматься спортом, Кирилл, и что же их ожидает? Ну, всего рассказывать не буду, потому что должна существовать какая-то интрига, иначе будет неинтересно прийти на этот фестиваль, уже зная, что там будет происходить. Ну, на самом деле, там будет все очень уже знакомое нашим жителям. Около шести фитнес-клубов у города Самары будут участвовать. Соответственно, все, конечно, будут стараться показать все самое лучшее, все самое интересное. Все самое увлекательное. Будет несколько площадок, будет главная сцена, на которой будут проходить мастер-классы по популярным направлениям, которые сейчас в городе везде существуют, во всех фитнес-клубах. Будет площадка Mind и Body, где будут проходить занятия в своей определенной направленности. Будет площадка, на которой будет проводиться в рамках этого фитнес-фестиваля турнир по мини-футболу среди клиентов клубов. Будет площадка, на которой будут проходить функциональные тренировки. Будет площадка, на которой будет проходить турнир по кросс-фиту среди клиентов клубов. Ну и, конечно, дети, наши лучшие клиенты, обязательно будут заняты. Будет две площадки для занятий с детьми. Ну, вы очень часто называли в этих мероприятиях клиенты клуба, клиенты клуба, а те, кто все-таки не клиенты клубов, и тоже захотят поучаствовать, у них такая возможность будет? Конечно. Или только зрители? Мы проводим для всех жителей города, просто организовать именно в какие-то турниры проще всего тех людей, которые уже являются клиентами клуба. Времени на подготовку этого фестиваля у нас было очень мало. Вы очень хорошо заметили, почему лето прошло, а мы только вот опомнились. Решили провести сейчас. Неожиданно наступило осень. Неожиданно, да. Но причин несколько. Во-первых, лето было у нас достаточно плотно, занято различными мероприятиями. Ну, именно те места, где было бы удобно провести фитнес-фестиваль, они были в основном все заняты, уже расписаны. Собственно, как и обычно, как и каждая леция. Да, на месяц и два вперед. И вот мы очень долго пытались как-то найти окно и втиснуть этот фитнес-фестиваль, вот нашли вот только на 19-е число. Но, с другой стороны, это ничего страшного в этом нет. Я думаю, что небесная канцелярия все-таки нам будет благоволить. Сентябрь – очень хороший месяц для любого фитнес-клуба. Как бы один из членов этого сообщества, я могу сказать, что осень – это всегда хороший сезон, когда все люди возвращаются из отпусков, когда еще есть желание у людей как-то активно в чем-либо поучаствовать, позволяет погода, свежий воздух. Собственно, почему бы и нет. Да, осень, сентябрь – очень хороший месяц для этого, поэтому единственное, что нам может помешать, и то нам же не помешает, а немножко скомкает наши планы, это может быть какой-то дождь, возникшая откуда-то, неожиданно. Но я думаю, что нам это не помешает ни в коем случае. Вот, поэтому именно вот в сентябре так и получилось. Кого мы ждем на этот фитнес-фестиваль? Людей какого возраста, какой спортивной подготовки? На самом деле, я считаю, что, как вы уже начали сегодня нашу программу, физическая культура, ну в том числе и фитнес, вот новое, там брендовое слово, да, не имеет никаких возрастных ограничений. Это мое субъективное мнение. От малого до великого, опять вот Кирилл сказал, что там будут площадки и для детей, будут мастер-классы и для людей старшего возраста. Сейчас фитнес-клуб настолько социально наступен каждому человеку, что посещая некие объединения, да, такие фитнес-сообщества, я вижу, что там много людей старшего возраста, очень много людей старшего возраста стали именно заинтересовываться, ходить и находить какое-то направление для себя. Будь то там групповые какие-то упражнения, будь то массаж, будь то посещение сауны, бассейна и так далее. То есть ограничений по возрасту есть, никакого не вижу. Вы сказали, Кирилл, что будут мастер-классы для детей и для взрослых, но у нас в Самаре все-таки очень популярны семейные мероприятия, особенно выходные дни. Будут ли какие-то мероприятия, где родители могут вместе с детьми поучаствовать, либо нужно всем разойтись по разным площадкам? Ну, в рамках этого фестиваля таких мероприятий не будет. Все будут категории возрастные охвачены, но именно семейных мероприятий мы проводить не пытались, потому что есть определенная специфика для этого. Ну, нужно и место немножко другое, наверное, и формат мероприятия несколько иной. То, что все будут задействованы, в этом сомнении нет. Всем будет интересно. И родителям будет интересно, и детям. Если придут бабушки с дедушками, для них тоже найдется место на площадке, например, Майнты Боди, где будет и пилатес, и йога, и гимнастика различная и так далее. Про йогу, наверное, стоит отдельно несколько слов сказать, потому что очень популярное направление массовое, скажем так. Йога нас, видимо, ожидает тоже, да, в эту субботу? Да, будет йога. Действительно популярное направление. Поэтому я думаю, что все, кто является приверженцем этой дисциплины, увидят, найдут там то, что им будет интересно. Те, кто занимается фитнесом, знают название многих фитнес-программ, тренировок. Каждый имеет, наверное, какие-то свои предпочтения. Как вы выбирали эти тренировки для фитнес-фестиваля? Будет ли там что-то кардинально новое? Либо это будет уже то, что полюбилось и стало привычным для людей? В этом плане какое разнообразие ожидается? Ну, ничего такого революционно нового там не будет. Будет то, что уже людям понятно, то, что уже апробировано и то, что не вызывает определенных нареканий, да, потому что есть, появляются периодически на рынке, ну, разные новые направления, дисциплины, которые для того, чтобы их уже применять широко и давать всем, нужно сначала каким-то образом обкатать. Мы этого не стараемся сейчас сделать, будет все очень похожее, понятное, все, что происходит во всех фитнес-клубах города. Поэтому клиенты просто, те, кто уже является клиентами, они это увидят и поучаствуют с удовольствием в том, что они уже когда-то пробовали. Те, кто еще думает о том, что стоит ли пойти в фитнес-клуб или не стоит, должны убедиться в том, что стоит, что это действительно интересно, зрелищно, весело, но, естественно, для здоровья человека очень полезно. А вообще, вот, если говорить о фитнесе, то это и здоровье, это и спорт, это и красота тела и, наверное, много чего еще. Какой все-таки основную цель мы ставим, организовывая подобный фестиваль? Это пропаганда чего? Это пропаганда, пропаганда здорового образа жизни, красивого тела, ну и, наверное, какого-то желания заниматься вообще, в принципе, спортом, да? Давайте посмотрим, как наши люди ведут себя даже, скажем так, по отношению к временам года, да? Зимой все усиленно тренируются, занимаются для чего? Для того, чтобы выйти на пляж и показать, что время зимой, да, там, осенью было потрачено не зря. То есть, наблюдая за нашими жителями, видно, что они стремятся все-таки к красивому телу, чтобы показать себе не только на берегах Волги, да, может быть, где-то за границей показать, чего они достигли. Ну, я считаю, что, в принципе, первоначально это, конечно, здоровый дух, здоровый теле, здоровый дух. Никто не отменял, да, это поговорку. Поэтому приглашаем, еще раз приглашаем всех жителей посмотреть, поучаствовать, ну и зарядиться тем положительным зарядом, который наши фитнес-инструктора, профессионалы будут показывать нашим жителям в этот день. – Кирилл, в каждом фитнес-клубе есть какой-то тренер или несколько, к которому ходит большое количество народа на групповые тренировки, и это говорит уже о личности именно тренера. То есть, можно знать, уметь, но не быть яркой звездой и не привлекать людей. Есть ли такие вообще звезды у нас в Самарском фитнес-сообществе, и я так понимаю, что именно на них вы будете опираться в ближайшую субботу, и именно они, наверное, должны будут как раз и проводить все эти тренировки и мастер-классы. И мне кажется, что даже если мы какие-то имена сейчас назовем, это не будет являться рекламой. – Ну, имен мы называть не будем, потому что все равно, знаете, ты сейчас назовешь имя, а человек, например, может заболеть и не прийти. Будет не очень корректно. – Суеверный. – Ну, наверное, да. – Хорошо. – Наверное, да. Вот. Конечно, будут лучшие из лучших выступать на площадках, вести уроки. Тренер – это своеобразный человек. Вот вы правильно сказали, что есть тренеры, на которых идут, есть тренеры, которые очень хорошо знают предмет, но на них почему-то не идут. Это все зависит от личной, как бы, харизмы человека и от того умения именно передавать эмоции. Вот это качество не всем доступно, да, то есть я знаю очень много очень хороших ребят, которые и работали вместе со мной, и сейчас работают совершенно там самостоятельно, очень образованные, умные, профессиональные, но не являющиеся вот такими лидерами, за которыми идет очень большое количество клиентов. И наоборот, есть люди, которые буквально там за полгода достигают очень высоких рейтингов в проведении групповых программ, обладая вот такими вот какими-то харизматическими качествами, за которыми идут люди. Поэтому наша задача, на самом деле, объединить эти два компонента, чтобы тренер был и харизматичен, и профессионально подготовлен. Потому что, когда клиент приходит в фитнес-клуб и начинает тренироваться, он доверяет свое здоровье сотрудникам. Он должен быть уверен в том, что придя в клуб, он не навредит себе, то есть как у врачей, да, главное не навредить. Вот, поэтому подготовка, профессиональное вообще образование инструкторов – это отдельная тема, на которую тоже можно очень долго говорить. И одной из, скажем, задач, которую мы ставим перед собой, вот объединяя каким-то образом фитнес-клубы, это еще и дополнительное образование специалистов в этой индустрии. Сергей, мы много говорим сегодня про объединение, но фитнес-фестиваль, он пройдет, а что потом? Что ожидается от этого объединения дальше? Вообще цель создания вот этой ассоциации – это как раз привлечение на все наши мероприятия, на все наши мероприятия. Подчеркиваю, что у нас в этом году в разы увеличилось количество мероприятий, а увеличилось оно из-за того, что у нас не за горами чемпионат мира 2018 года, поэтому мероприятия с геометрической прогрессией у нас увеличиваются. И мы надеемся и рассчитываем, и убеждены в том, что вот эта ассоциация и вот это объединение, оно как раз вот и способствует массовости, привлекательности наших мероприятий городских. Все, скажем так, задействованные будут, получат только хороший результат от этого, да. Что в итоге? В итоге у нас после этого фестиваля, конечно, будут какие-то встречи постоянно происходить, мы будем набрасывать какие-то планы, у нас ли на последующие годы, ну и может быть что-нибудь еще в этом году такое вот проведем, не будем пока загадывать, но посидим, подумаем, конечно, но на следующий год планы у нас уже, скажем так, нападем. Массовые фитнес-мероприятия, это, как правило, все-таки лето? Ну, конечно, удобнее проводить летом, но если будут предоставлены какие-то большие площадки для проведения мероприятий, потому что, например, прекрасный комплекс, есть МТЛ-арена, приспособленный для проведения, ну, достаточно больших, хороших мероприятий, можно его использовать в любое время года, не обязательно летом. — Кирилл, ну а как вы видите свою роль, роль фитнес-клуба, да, скажем так, в принесении какой-то пользы населению и города, вот если примитивно так сказать? Ну, например, как вариант, насколько мне известно, в ближайшее совсем время уже нормы ГТО, которые много обсуждаются, и, в общем-то, Самара здесь где-то немножечко является даже и пионером, мы уже это начали, но это станет обязательным, насколько я понимаю, Сергей, да, как минимум для школьников, но к этому же нужно как-то готовиться, и, собственно, уроков физкультуры школьных, наверное, будет недостаточно для этого. — Ну вот, например, вам в некоторых клубах города уже введен в расписание урок ГТО. — Серьезно? — Да. Это не дань моде. — Пользуется ли он спросом такой урок? — Ну, мы это узнаем позже. Вот, это не дань моде, на самом деле. Я участвовал в некоторых мероприятиях, которые проводили ассоциации российского масштаба фитнес-индустрии. Эти мероприятия проходили вместе с сотрудниками Министерства спорта Российской Федерации, на котором как раз до нас и доводилось, насколько серьезно отношение к нормам ГТО сейчас у правительства России. Кто, как не фитнес-клубы, могут помочь подготовить большое количество людей к сдаче норм ГТО? Вся база для этого существует. — Но школьники-то все-таки не очень ходят в фитнес. — Школьники не очень ходят в фитнес, но фитнес может прийти в школу без проблем. Один из фитнес-клубов города, связанный со мной, исторически, участвовал в таком проекте несколько лет назад. Был такой проект, который еще инициировал Василий Якименко, когда он возглавлял «Росмолодежь». Это был третий урок физкультуры в школах, который проводился за рамками расписания, дополнительный урок. И мы проводили такой дополнительный урок физкультуры в одной из школ города на протяжении, наверное, почти всего учебного года, может быть, чуть поменьше. Результатом этой работы. То есть наши инструкторы выезжали в школу и проводили там урок физкультуры. Для старшеклассников, скажу сразу. То есть не стали экспериментировать на совсем маленьких возрастных категориях, сразу взяли старшеклассников. Результат. Один из результатов. Рейтинг урока был в начале около нуля. То есть из-за там, по-моему, 16 человек старшеклассников ходил один на урок физкультуры. Когда мы заканчивали учебный год, стопроцентная была посещаемость. Даже ходили те, кто был освобожден от физкультуры. Но им было интересно. Они ходили не на все, а на то, что они могли попасть. На танцы, например, на какие-то более легкие дисциплины. Вот. Но этот проект куда-то канул в историю. Не знаю куда. Но, тем не менее, опыт работы сотрудников фитнес-индустрии в школах, он есть. Тем более, что многие тренеры, они имеют педагогическое образование. Именно педагогический вуз в нашем городе, он готовит специалистов, которые могут быть тренером. Вот. Поэтому здесь нет ничего невозможного. И я думаю, что с удовольствием фитнес-клубы города поддержат эту инициативу, если это будет предложение со стороны, например, образовательных каких-то учреждений, выделить своих сотрудников для подготовки учащихся к сдаче норм ГТО. Без проблем. Иными словами, такое объединение все-таки дает вам возможность многократно увеличить спортивно-физкультурную славу самарцев. Так для этого мы это и делаем. Для этой ассоциации создается, чтобы не только заниматься фитнесом у себя на месте, у себя в клубе, а выходить именно и в школу, и на площадке. Хочется отдельно остановиться. По площадкам, да, по тем нашим универсальным спортивным площадкам, которые мы построили и при школах, и во дворах. Вот сейчас мы также пришли к решению тому, что фитнес-инструктора должны быть закреплены и за такими площадками, потому что это интересно, потому что это креативно. Люди, многие те, кто может быть сомневается еще в том, что стоит, не стоит идти в фитнес-клуб, увидят все то же самое у себя во дворе. Я думаю, что те, кто сомневаются, все-таки стоит прийти в эту субботу на набережную, принять участие в фитнес-фестивале и для себя уже сделать выводы, останется ли все это и дальше в вашей жизни. Ну, удачи в проведении фестиваля. Спасибо. Я прощаюсь с нашими зрителями. Всего доброго. Увидимся в Гордеес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова